Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя и передо мной коллекция Aris от английского бренда Wedgewood. Мы начнем обзор тарелок с одного очень интересного изделия. Очень редко, когда в коллекциях представлены подстановочные тарелки. Это именно она. 33 сантиметра в диаметре имеет эта тарелка необычной формы. Подстановочная тарелка выполняет исключительно декоративную функцию. Мы не подаем на ней пищу. Она служит украшением остальной сервировки. На эту подстановочную тарелку мы можем поставить обеденную. В этой коллекции она 28 сантиметров, очень красивая, с золотым орнаментом геометрическим по бортику. Эти золотые ромбы характерны для стиля арт-деко. Именно в этом стиле выполнена коллекция Aris от Wedgewood. Обеденную тарелку, как и планировали, мы с вами поставим на подстановочную, но на этом наша торжественная сервировка не завершится. И следующая по счету у нас будет закусочная тарелка. В этой коллекции их очень много видов, но самые праздничные вот такие восьмиугольные тарелки, которые существуют в двух цветах, в белом и в черном. Черный цвет подчеркивает статус вашего вечера. Смотрите, как это празднично, как дорого и выдержанно это выглядит. Следующая тарелка такая же, но белого цвета. И такая сервировка будет выглядеть уже более легко, более воздушно. Именно в этом цвете мы можем оценить всю тонкость и красоту этого фарфора. А я напоминаю, это красивый костяной фарфор. Посмотрим ее на источник света и увидим, как красиво она просвечивает. Эту тарелку мы также поставим на обеденную тарелку. Вариант сервировки номер два готов. В этой коллекции есть и другие варианты закусочных тарелок. Они имеют диаметр 20 см и продаются наборами из четырех, где каждая из тарелок имеет собственный уникальный дизайн. Я покажу вам одну из них в сервировке и вы посмотрите, как интересно это выглядит. Особенно если за вашим столом все тарелочки будут разные, это будет очень интересно, ярко и динамично смотреться. Все тарелки в этом наборе объединены одним смыслом. Это геометрия в стиле ар-деко. Ромбы обязательно, потому что без них в этом стиле никуда. И вот, например, есть очень интересная тарелка, как будто кракелюром покрытая. Кракелюр это благородные трещинки на посуде, которые возникают с течением времени. Но и это еще не все. В этой коллекции есть еще один вариант закусочной тарелки и это наиболее базовый вариант. Это тоже 20 см закусочная тарелочка. При сервировке в сочетании с обеденной она выглядит очень легко, очень приятно. При этом эта сервировка остается очень изысканной, очень богатой. Куда же без десертной тарелки? Здесь она имеет диаметр 17 см и повторяет дизайн обеденной тарелки. Такая же легкая, красивая, с золотыми деталями геометрическими. Ставим ее здесь. Для того, чтобы подать первое блюдо, в этой коллекции есть два предмета. Они очень похожи, но немного отличаются. Объем одинаковый, разница только в диаметре и в дизайне. Здесь 20 см и высота 5 см. Дизайн, кстати, у этой тарелки находится внутри, у второго варианта суповой тарелки. Диаметр 16 см, а высота 7 см. И здесь все самое интересное находится снаружи. Выбор только ваш, какая тарелка будет для вас предпочтительнее. Объем, напоминаю, у них абсолютно одинаковый. Есть еще один необычный предмет в этой коллекции. Это тарелка для пасты. Ее диаметр 28 см, и она имеет легкое углубление. Это действительно удобная тарелка для подачи пасты. Тем более, что суповые тарелки здесь для этого не предназначены. Но в связи с тем, что в коллекции Арис пока что не существует сервировочных салатников, мне пришла мысль о том, что эту позицию вы можете использовать именно как сервировочный салатник. Да, он не глубокий, но в целом этим предметом вопрос с салатником можно закрыть. Ну, а для подачи основных блюд в этой коллекции существует вот такой предмет. Овальное блюдо диаметром 35 см. Любая подача в нем будет выглядеть великолепно. Среди сервировочных предметов этой коллекции есть соусник объемом 350 мм. Он идет в комплекте с блюдцем, которое предохраняет вашу скатерть от случайных капель, сорвавшихся с его носика. В этой коллекции существует великолепно красивый чайный сервиз. Я обязательно покажу его в следующем обзоре. Вы можете посмотреть его на нашем сайте raywood.ru, заходя в карточки чайных предметов.